Доброе утро, дорогие зрители. Мишенька, скажи привет. Привет. Чё-то у нас не заладилось с чаем. Катя вроде сделала Мишу чаем. Мне нравится. У нас сегодня занятие. 3.40. Мне ещё нужно съездить в СДЭТ. Отправить посылочку. Поэтому сейчас мама немножечко поработает. А потом немножечко помонтирует. Вчера монтировала видео про сосиски. Давно уже сняли с Сашей. Как сделали сосиски домашние. Но всё никак я смонтировать не могла. Не получалось у меня. Наконец-то смонтировала. Получилось в принципе неплохо. Чё ты? Куда ты пошёл? Еженька уже второй. Ну подними её. Зачем ты её оставил? Её выбросить теперь надо. Бросил трубочку на пол. Теперь уж выбросить надо. Слишком капризный сегодня с утра. Капризульки. Ну что за кот, а? Заправляю леску на кровать. Перестелила ей простой. Отвлеклась, чтобы одеть Мишку. Он пошёл с папой на улицу. Феликс уже здесь улёгся. Феликс, я сейчас буду здесь плед ещё стелить. Слышишь? Пока я шуршу дома, покажу вам, что начал делать Саша. Я попросила Сашу сделать крышку наконец-то на песочницу. В общем-то он её начинает. Только там, наверное, надо все игрушки из песочницы выкинуть. Или они тебе не мешают. Червяка нашёл? Обалдеть! В песочнице? Ну убирай червяка, нам он не нужен там. И вот эта дурацкая драная клеёнка. Её можно выкинуть сразу, да? Не знаю. В смысле не знаю. Ну ты же сделаешь крышку? А? Чё? Чё вы придумали? Ну я хотела бы, чтобы она на две стороны раскрывалась. То есть из двух половинок состояла. На половинках будет щеколочка, которая их будет защёлкивать, чтобы они сами не открывались. Ну они не откроются, наверное. Две ручечки на каждой половинке. Мама! Да отпусти его в травку. Мама! Любитель червяков. Примерили фанерку. Саша говорит, она будет провисать в серединке. Он сейчас стоит, думает, что делать с этим. А Мишка залез на лестницу и задрал на лестницу червяка. Тебе не жалко червяка? А? Миша, а ты будешь ещё на горке на этой кататься? Миш? Да. Да? Ну ладно. Значит, надо будет её красиво. А посмотри, как я в домике сделала от дождика прятаться. Пошли? Да. 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 Пустите. Ага. На уровне вот этих, да? Получается маленькая часть. Был сюда открываться, большая, туда. Ну давай. И тогда они на этой доске смогут сидеть. А нельзя доску прям к фанерке прибить, чтобы фанерка форму держала? Не? Ну до хрена доску не приби, чтобы форму держала. Да? Ну ладно, делай тогда. Ну делай так, чтобы функционально было. Чтоб они сидеть могли на чём-то. Потому что иначе они жопкой на песок садятся. Мне это не очень нравится. Дождь начался, не успела снять. Блин. Придётся теперь подождать, пока солнышко будет. Чуть-чуть влажное. Да, можно, только надо разуваться. На подушке, когда залазишь, надо разуваться. Угу. Давай. Разувайся, заходи. Вовнутрь только сразу. Угу. Я там коврик постелила, который на кухне был. На кухню хочу что-то другое придумать. Потому что этот кошки постоянно сносят. Вот. И подушки старые положила. Им туда, чтобы им там было мягко и уютно. Вот можешь от дождика спрятаться в домике. Вот сейчас вы мне правильно напишите. Опять Света бегает под дождём. Только ухо подлечила. И, ну вот, блин, свой дом это вот так вот. Ну, не будешь же одеваться, чтобы выйти на улицу. Ладно, поругайте меня в комментариях. И я, наверное, буду стараться одеваться. Ладно, продолжаем. Одна кровать заправлена. Из-под неё всё достанно. Лиза постоянно всё под кровать скидывает. Вот. Когда она у меня уже повзрослеет и перестанет так делать. Бедная лошадь. Надо, говорит, обязательно, чтобы она тут сидела. При этом она, бедная, не вмещается. Сидит в сторонной позе всё время. Как вот её посадить так, чтобы она сидела прилично? А? Сиди давай. Лешётки пока не прикреплены. Вот. Ну, что Саша сказал, сначала шпаклевать, красить. Потом уже надо будет приклеивать. Осталось заправить нашу кровать. Тигра, ну для тебя тут, конечно. Ага. Я каждый раз перезаправляю. То есть поднимаю простынь, всё ровняю, всё пододвигаю. Поэтому давайте делать. Для тех, кто скептически отнёсся к моему пылесосу вертикальному, хочу сказать, что этот пылесос не как большинство вертикальных, маломощный. Они обычно по 100, 150 ватт максимум, 90 ватт. И этот 600 ваттный. То есть этот достаточно мощный. И контейнер у него литр 100 или литр 200. То есть мне как раз хватает на один раз обойти весь дом. Вот. После этого контейнер надо чистить. Но меня, в принципе, устраивает. Вот. Очень удобно. Он собирает грязь всяко лучше, чем пылесос, который уже... Ну, наш пылесос серый, к сожалению, уже сломался. И ему уже, наверное, 20 лет примерно, 22 года. И его срок просто вышел. На более мощный у нас пока нет денег. Поэтому я выбрала именно вот эту модель, потому что она мощная, компактная. И она мне вон туда за шкаф влазит, и его вообще не видно. Вот. Еще он гламурно-розовый. Честно говоря, розовый я не очень хотела. Но он был дешевле на 200 рублей. Решила, а чего бы и нет. Пришел, вполне такой себе приличненький. Ссылочку на этот пылесос я оставлю в обзоре этого пылесоса. Будет отдельное видео с видеообзором. Там же будет ссылочка. Так что, побегала, три комнаты пропылесосила. Четыре, получается. Кухню я пылесошу с утра. Туалет пылесошу. Зал, большую комнату. Ну, а девчачьи комнаты, где Саша спит, Лизкина комната и Катина комната, остаются на них. То есть, они приходят со школы и сами пылесосят. Набрала целый бачок мусора. Поэтому пылесос помыла и пока сложила. Придут девчонки, он как раз досохнет. И можно будет им пропылесосить. Почему не пылесошу их комнаты? Потому что, ну, как бы, они тоже должны участвовать в уборке. И свои комнаты они пылесосят сами. Раз в три дня я пылесошу их сама, потому что мне не совсем нравится, насколько тщательно они убирают. Я-то под все кровати залазю, а они нет. Вот. Ну, и пол периодически моют именно они. Пускай привыкают. Ну, а пылесосик меня вполне устраивает. То есть, да, им нельзя долго убирать, да. То есть, вот четыре комнаты я пропылесосила, и ему нужно отдохнуть. Но собирает он отлично грязь. Вот как раз шерсть кошачья, он вообще вот так вот собирает. Потом, в дальнейшем, я, конечно, куплю себе еще помощнее пылесос. Но на него нужно тысяч шесть-семь. Вот. Мы маме такой покупали, вот я такой же хочу. Вот. Но сейчас у меня был выбор между пылесосить тем пылесосом, который у нас есть, ползать с трубой. Потому что насадку одеваешь, все, он уже ничего не засасывает. Да и трубой тоже с трудом засасывает, да. Либо купить что-то доступное на данный момент и убирать удобно. Честно, мне вертикальный пылесос очень понравился. Если бы можно было купить вертикальный пылесос с большим бачком и мощностью, допустим, 1600 ватт, я бы купила. Очень удобно. Он так классно под кроватью залазит. Прям пригибаешь его, и он туда поехал. Кроме того, я хочу им еще пропылесосить машину. Будет еще тест-драйв на машине. У меня там много чего надо пропылесосить. Вот там мы его мощности проверим. Там, возможно, он не справится. Потому что там нужно, конечно, хорошо пропылесосить. И во всякой щелки залезть. Хотя, может и справиться. Поэтому покажу вам все обязательно. Буду снаружи машину мыть скоро. И буду внутри ее тоже все отмывать. И колеса надо поменять, наконец-то. Наконец-то у нас весна. Обычно 1 марта здесь колеса меняли. А теперь будем менять 1 апреля. Ну, я уже так, Саша, сказала, говорю, давай тогда 1 апреля. Вдруг опять снег выпадет. Чего можно ожидать от этой погоды в этом году? Сегодня у нас дождливо. Ну, так, моросит дождик. Пасмурт. Ну, в принципе, годная погода. Пойдемте, выглянем в окно. Посмотрим, что сделали Саша с Мишей. Пока я тут пылесосила-то вовсю. И, Саша, там перегородку мастрячет. Миша наблюдает. Интересненько, интересненько. Ну, в общем, начал он делать. Наконец-то будет эта... Ой, песочница закончена. Спустя 4 года. Я ее покрашу. Я планирую все тут красить. Между дождями будем ловить с вами время. Сейчас вот 3 столбика покрасили. В следующий раз еще 3 столбика. А потом еще 3 столбика. Потом примемся за домик, за площадку, за песочницу. Что все будет красивенько и свежо. На домике хочу нарисовать что-нибудь. Решили с детьми, что нужно нарисовать солнышко, облачко, домик и динозавра. А как вы думаете, что нарисовать на домике? Вот там вот наверху, где вот этот треугольничек, я бы нарисовала солнышко. Вот так вот солнышко, да? Вот так вот. И вот так лучики от него вниз. Да? Вот. Дальше пока не придумала. Но обязательно надо динозавра нарисовать. Или машинку какую-то. Миша понравится. Ну что вы все время мяучите, а? Кстати, этот пылесос классно пылесосит линолеум. Поэтому я хочу теперь везде линолеум. О, вот здесь надо пропылесосить. Блин, забыла. Ну ладно, я пылесос еще помыла вечером тогда. Еще попросила Сашу там перед домом поразбирать. У него там много отработанного масла стоит. Я хочу его утилизировать. Не знаю, сделает он сегодня или нет. Но очень надеюсь, что сделает. Потом там еще металлолом лежит. Металлолом я хочу съездить сдать. Вот. И, собственно, привести в порядок. Вот. По идее бы еще забор покрасить. Но мне этот забор так не нравится. И так не хочется его красить. Его бы поменять, а не покрасить. Как думаете, покрасить, а потом поменять? Или все-таки не красить, подождать, пока смогу его поменять? Не нравится он. Очень не нравится. Не знаю, чем, но вот эти вот дырочки, вот этот вот рисунок, ну не нравится с самого начала. Он еще вначале был зеленым. Это я его в коричневый цвет перекрасила. Он был зеленым. Это было вообще бомба. Жалко, что у меня не сохранились видео с того времени. Вот. Полезно быть видеоблогером. Можно посмотреть, что было два года назад. Плохо, что ты видеоблогером стал не с рождения. И не начал снимать все вокруг. Можно было бы посмотреть, что было раньше. Интересно? Живое покрывало. Феникс! Опять ты! Покрывало уже разлетается. Где бы найти такое же в количестве четыре штуки? Мама говорит, что оно было недорогое, когда она его покупала. Но покупала она его в Томске. Кстати, я поменяла эти наволочки. Если кто заметил. И да, у меня наволочка одна немножечко мятая. Потому что мне нужно еще и доску гладильную купить. Феликс, отвали от покрывала, а? Ты его раздерешь. Он, видите, опять нитка вылезла. Но это не из-за Феликса, она просто вылезла. А? Попа черная! А, попа черная! Зашел нитка, раздеваться отказывается. Просит, говорит, дай кушать. Я говорю, риса с мясом положить? Нет. Супа положить? Нет. Что за привереги? А? Требует только сладкие кексы. Там палил дождь. И Саша временно прекратил делать. Ну, вот накрыл уже песок, видите. Куда-то он ушел. Сбежал. А я, собственно, собираюсь обедать. Но перед обедом сделала два теста на две булочки хлеба. Хочу еще такого хлеба. Как раз дети придут, Лизка особенно, она любит горячий хлеб. И, собственно, будем с ней выпекать. Нам скоро на занятия уже собираться. Лишка-то, в принципе, одет. Выходи и иди. Но надо пообедать. Вот как его уговорить пообедать, я не знаю. Как вы своих детей уговариваете кушать? Он последние четыре дня вообще почти ничего не ест. Предпочитает выпечку, хлебушек. Но ничего другого есть не хочет. Что с ним делать? Как его уговаривать? Мишка, Майнкрафта не будет тем, кто не ел. Вот такой ответ от Миши. Погода, погода. Когда же ты будешь солнечной тоже, красивой? А у меня вот приятного аппетита. Рис с мясом и с последним кусочком собственного хлеба. Ну ничего, вечером будет уже новый. В общем, приятного аппетита всем, кто сейчас вместе со мной кушает. Ну, вдруг вы тоже кушаете. Лиза, привет! Лиза заходит и сразу все новости рассказывает. Я даже камеру включить не успеваю. Давай, поделись. У меня по-русскому 4 звук. А нервничала. Как будто на 2 напишет. Лиза, 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 Аку. А ты будем нервничать? Мести хочет на улицу с тобой. А я хочу с улицы выйти, там дождь вообще-то. Лишка, там дождик покапал. Лиза с нами поедет к Ольге Петровне. Сейчас она уроки сделает. Мы ее с собой возьмем. Да, Лиза? Да. Нет, ну пойдем сейчас с Ольгой Петровне. Да? А, Лиза, на тебе твоя комната. Я уже пропылесосила везде. Я есть хочу. Кушай и пылесось. Кушай хочу. Нет, сначала, пожалуйста, кушай, потом пылесось. С Лизой будешь вместе? Есть. Будешь с Лизой? Мы математики нам ничего не задали. Что? Мы математики нам ничего не задали. Мы с Ленкой отошли. Молодцы. Миша, не лупи кота, пожалуйста. Миша. О, Саша там продолжает делать. Смотрите. Можно. Отпиливает. Будет, короче, две трети вправо открываться на виноград. И одна треть влево. Дождь спутал все мои планы. Я хочу, чтобы выглянуло солнце, все досохло, и я забрала. Вы, возможно, думаете, что бы тебе не забрать и не досушить дома. Для этого надо заново нести сушилку. А я не хочу влажный с дома поднимать. И вообще, я бы сегодня еще что-нибудь покрасила, если бы дождя не было. Саша не знает, что я его снимаю. Теперь, видимо, знает уже. Меня когда-то просили показывать, как Лиза учит уроки. Лиза учит уроки. Лёжа. А что ты лёжа-то? Может, я учу диктант? Мне кажется, Лёжа учить сложнее. Нет. Мозги настраиваются на сон. И заучит английский. Диктанту готовят. А мне никто не обещал конфетку. Конфетку нет. Пойду я немножечко еще по монтажу. А потом буду снимать. Влог? Нет, влог я уже смонтировала. Рецепты. Поставила уже хлебушек на второй подъем. Вот так, вы увидите. Формы. У меня есть формы для хлеба. Да, исторические. Они еще в Томске у меня были. Не первый год, как говорится, хлеб пеку. Сейчас будет подниматься, пока мы на занятия уйдем. Но сначала нужно достать сосиски из морозильного ларя. Тоже прикольный рецепт придумала с ними. Подожди, Лизунь. Сейчас монтировала влог. Получается, что я снимаю влог в основном, когда ложусь отдыхать. То есть у меня есть пара минут отдыха. Я иду отдыхать и что-нибудь вам записываю. Ну, в основном. И такое ощущение от влога, что я все время отдыхаю. Поэтому пытаюсь не забывать, что влог нужно снимать не только, когда отдыхаешь. Ругаюсь на Лизу. Попросила ей белого риса отложить. Он уже весь послипся. Ну, невкусно же теперь уже. Честно. Ну, зачем просишь? Давай я его сделаю с этим сальцем. Он тогда будет немножко обжаренный. И не слипшийся. Опять Света быстренько выскочила. Ну, дождя почти нет. Чтобы посмотреть, что получилось. Все готово, да? Ну-ка. Ну, в принципе, неплохо открывается. А там тебе, вот тебе песочек. Это типа мини-песочница. А это типа большая песочница. Ну-ка, как она будет у нас? Она прям на виноград ляжет, Саш. Ну, как? А вот этот? Туда столбик тогда надо. Видишь, я сейчас ложу и прямо на виноград ложу. Не очень хорошо. Дети-то не будут так аккуратно ложить? Они будут открывать? В общем, как-то вот так. Ну, прикольно. Можно вот на это садиться и не открывать там, да? Скорее всего, так и будет. Слышишь? Меньшая часть не будет открываться вообще. Теперь надо перелопатить всю песочницу. У меня будет. В солнечный день. Избавить ее от кошачьих сюрпризов. Если так и остались. Ну, и выкопать все игрушки. Потом досыпем еще песочка. И пусть детки в лице Миши и Лизы лазают, да? Ну, а Саша, как обычно, в комментариях напишет, что он молодец. Мне на все руки мастер. Я тебе сразу говорю. Я каждую твою поделку очередную снимаю. И тебе каждый раз пишут, что ты молодец. Смотрите, наши нарциссики. Обожаю нарциссики. Но я их даже рвать не буду. Я на них буду любоваться. Блин, вот это вот. Конечно, прикольно, много цветочков. Но этот сорняк забивает мои нарциссики. Саша, мы можем же туда еще нарциссиков натыкать? И тульпанчиков вдоль забора? Ну, это будет одинаковое. А я хочу разные. А вот здесь у нас роза. И она уже листики дает, смотрите. Их пока только под микроскопом разглядеть можно. Но можно. О, смотрите, красота. Весна идет весне дорогу. Как подлезть-то, чтобы этот листик снять? Ладно, скоро будет много листиков. Слушай, а розу надо подстричь же, да, наверное? Наверное. Под корешу. Вот так вот. И они разрастутся, да? А эту решетку, наверное, надо убрать от них. Потому что они разрастутся, и мы ее не вытащим. А где моя мята? Почему мяты до сих пор нету? Вот, и скомкал уже, супер. Саша скомкал эту ужасную клеенку. И я ее теперь выкину. У меня вот там еще мусор стоит, надо унести. И вот это вот выкинуть. Красиво. Теперь осталось покрасить, нарисовать на ней какую-нибудь картинку. И будет вообще шикардос. Ну что, мы уже вернулись от занятия. Мы уж на занятия съездили. А пасмурная погода, все продолжается. Ты пошла что проверять? Песочницу? Мне интересно, как только вот эта сторона держится в ту глину. Что? Только вон там. Здесь она практически не касается. Открываемся. Ну, перед тем, как играть в песок, нам с тобой нужно будет раскопками позаниматься. Давай немножко это. Мокрая, все равно сейчас не поиграешь. Все равно сейчас не поиграешь, да. А я пойду, чтобы мы выйдем. Куда ты пошла? В домик. Ты не в тот домик идешь. Я про маленький домик. Если ты подушки хочешь посмотреть, то я про маленький домик говорила. Мы с Мишей положили туда подушки. И там можно лежать и читать. Прямо под дождем можно. Ну да. Чтобы он не протекает. Хочешь там почитать? Так тут холодно. Вот я тоже думаю, что сегодня холодновато. Пойдем. Миша, приезжай в пазл, раскладывай в пазлик. Собирать будешь? Лизавета, ты мне показала поднять рюкзаки. Нет, не подняла ничего. Что там? Сказка там какая-то? А я поставила хлебушек печься. Что-то он никак не поднимается в духовке. В прошлый раз так хорошо поднялся, вы так не очень. Лиза, не сманивай кота. Филимон. У него, короче, приступы нежности. Смотрите. Пристает к Мишке. Причем он больше всех любит Мишку. А Мишке не нравится, когда он об него трется. Мишка ему дизлайк показывает. Я говорю, Филимон, иди со мной потремся. А он потерся и пошел к Мишке. Видите, какая нежность, какая любовь. Мишка, он тебя любит. Больше всех. Филимон. Филимон. Вот сейчас об меня трет, за руку мою. Трет. Видите, ухо. Вот так, вот так, вот так. Вот он мой, Филимон. Ай, Филимон, с тобой невозможно. Перестает и все. Мишка, ну погладь его. Ну погладь, говорит меня. Ну погладь. Куда побежал? А Лиза там рисует 3D-ручкой что-то для подружки. Пойдемте подглядим, что она рисует. Да, он. Ага. Пойдем. Подглядываем. Ого. Это что такое? Это чьи-то усы, зубы и какой-то лягушонок. На палочке. На палочке? Да. Для чего? Это что, соберешь? Нет. В общем, Лиза периодически вспоминает про свою 3D-ручку и что-нибудь вытворяет. Это я это. Это для чего? Для Иры? Нет, для Киры. Для Киры? Да. Это закладка. А Катя сейчас будет делать домашнее задание. А что это? Так я уточню его немножечко. А то Катя пришла и сказала, что им задали наизусть выучить параграф истории. Я несколько в шоке. Отточни мы учителя наизусть все-таки или на вопросы отвечать. И будем делать. Сделаю и покажу. А я уже поставила прожектор. Вот. И по идее надо бы поснимать. Но что-то я никак себя в руки взять и заставить не могу. Приятного аппетита всем. У меня ужин. Короховый суп. Два кусочка домашнего хлеба. И стаканчик воды. Прожектор до сих пор один. Потому что для второго у меня нет лампы. Доширак. Какой доширак? Обычный. Я, конечно, не против волшебного доширака. Вы тоже любите доширак кушать? Мам, я не против волшебного доширака, который мне быстро памяти улучшит. Что за любовь к дошираку? Ладно. Будем честными. Я в детстве тоже любила доширак. Но сейчас, как взрослая мама, разумная, не вижу в нем необходимости. Я тоже буду взрослой и такой же, как ты, мама, и буду видеть в нем никакой необходимости. Обещаешь? Наверное. Ну, тогда один можно. Только не часто. А то, что, Лиза, ты будешь взрослой и разумной мамой, я пока не верю. В смысле не веришься? Ну, в смысле? Не верю. Почему? Ну, как-то не верится. Мне кажется, ты все время будешь баловаться. Везде на подоконниках, на кроватях спят коты. Как обычно. Не, чтобы ночью спать. Они спят днем. А? Тигра. Что? А, что? Меня звали? Ты посуду моешь? Не, я хочу тарелочку моть. Я потом помою посуду. Обещаешь? Ага. Ну, окей. Только мою створотку не трогай новенькую вот эту. Я сейчас на ней буду печеньки жарить. Я надеюсь, что она чистая. Она чистая. Миша играет с Кизой. В роли Миши Ката. Мы выиграли. Кто она? Лапка. Мы с ума сходим. А вот так играет Миша. Миша только руки из-за головы вытащит. Мы выиграли. Ага, 3-1. Так, что там с чаем? А что они выиграли? Выиграли. Считай. Выиграли. Уже все. Стреляем. Катя. Мишка, лови. Потом. Катя, что с чаем? Тебе уроки надо делать, а не в шарик играть. Я знаю. Все, ребята. Уложила всех своих. Все спят. А я вышла сейчас пойду запишу звук на видео и жду еще, пока достирается Катюшкина кофта. Хочу достать, повесить на стульчик. Завтра надо будет подстраховать Сашу с утра. Он меня попросил. Поэтому надо сильно не засиживаться. Сейчас пару аудиофайлов запишу. А остальное буду уже завтра доделывать. Ну и заодно решила с вами попрощаться. На сегодня влог завершаем. Спасибо, что посмотрели. Оставляйте свои лайки, дизлайки, комментарии. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Буду рада увидеться с вами завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok